Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов и, наконец-то, этот день. Настал мы отправляемся в новое. Я думаю, это будет интереснейшее путешествие. Короче, не будем тянуть. Мы едем в Эмираты и мы купили самый дешевый вариант, который был. То есть, помните, та ситуация с Турцией, когда я снимал? Мы купили самый дешевый отель в Алании. Здесь та же самая история, но мы купили самый дешевый отель, но нас интересовал именно город Дубай. И сейчас я буду вам все подробно рассказывать. То есть, видос... Я в Дубай хочу. Хочешь в Дубай? Да. Так ты поздоровайся со всеми и скажи привет-привет. Вот. Итак, с чего начнем? Вообще, кому будут полезны эти видосы? Смотрите, если вы там ограничены в бюджете, ну, честно, я вот сейчас не мог себе позволить там что-то дорогое. И я, короче, уже не парился. Говорю, что и самое дешевое, то и давайте. И вы сейчас посмотрите, как можно супер дешево, я думаю, это у нас получится, отдохнуть в Дубай. И возможно ли это. И в этой серии я расскажу подробно, сколько денег мы потратили. Короче, и вы уже будете иметь полную картину. Поэтому, друзья, кому интересно, обязательно подписываемся на каналчик, нажимаем колокольчик и смотрим, что будет происходить дальше. Итак, у нас здесь происходит сбор вещей. Вот. Со мной... Я уже сразу открываю тайну, кто со мной едет. Со мной едет самый лучший попутчик. Это жена Алексея Крылова, Диана Крылова. Инстаграм Дианы под видео и сейчас здесь высветится. Короче, будет высвечиваться везде, где только можно. Даша помогает. Помогаешь маме собираться? Да. В общем, поездка у нас спонтанная. Ну, давайте я вам расскажу по ценам и посмотрю, хоть в какой отель мы едем, потому что я только что забронировал тур. И, короче, сам еще не понимаю, куда мы едем. Итак, отель, в котором мы собираемся ехать, называется Spectrum Hotel. Он находится в Дубае. Мне сказали, Алексей, ты можешь там поселиться где-то в Шадже? За эту сумму будет отель получше. Я говорю, нет, меня интересует только Дубай. Вот. Цена отеля. Смотрите, поскольку у нас времени, короче, мало на это путешествие. Мы взяли всего лишь пять ночей. Если там суммировать, один день у нас идет на прилет. Короче, у нас будет четыре полных дня. Вот. Один день, считаем, мы прилетели. Мы уже как бы вечером прилетаем и утром мы улетаем. Четыре полных дня у нас будет. Вот. Ну, в принципе, как бы я считаю удобные перелеты и цена 560 долларов. Отель без питания. Еды нету. Никакого all-inclusive. И те, кто писал, Алексей, да хватит снимать этот all-inclusive. Ты был в Египте, короче, что не видео, то еда. То здесь отельной еды не будет. Ни единого блюда не покажу. Вот. Если вы этому рады, то ставим лайк. Итак, смотрим, что это за отель. Ну, короче, зайдем на сайт Топ Хотелс. Оценочка у него тут. Я, короче, не шарю в этих оценках. 4,8. Это не знаю, хорошо или плохо. Вот, короче, фотографии. Ой, так, что тут вообще показывают. Так, нас интересуют номера. Просто нажимаю. Так, номера. Так, это мне напоминает мою общагу, если честно. Это, по-моему, будет жесть. Такой кондиционер. Если это правда, то это будет просто жесть. Фух. Друзья, ну, не знаю. Не знаю. Так. Просто мне подписчики говорили, Леха, не вздумай ехать в Дубай. К хорошему очень быстро привыкаешь. Ну, посмотрим, что это будет. Я просто, когда выбирал этот отель, я думал, ну, в Дубае, ну, по-любому не будет чего-то плохого. Какого-то плюсова дешевая. Это будет все равно на каком-то уровне хорошем отель. И я вот поэтому сейчас что-то уже начал сомневаться после этих фотографий, которые я вижу. По-моему, сейчас мы почитаем, тут вообще есть клопы или нет клопов в этом отеле. Блин, где она меня прибьет? Она просто даже не в курсе, в какой отель мы едем. По-моему, это жесть. Ё-моё. Так. Так-так-так-так-так-так. Ладно. Так, читаем отзывы. Пишут, я поднялась в номер, мы были просто убиты. Это было ужасно. Мы были готовы, что это одна звезда. А мы были готовы, что это одна звезда. Но такого я не видела нигде. Даже при словутой турецкой трошке. Кровать для двух человек. Все покрывало было то ли в теноте, то ли в катышках. Что-то не понимаю. Тумбочки не закрывались, а одна дверца даже отваливалась. Душевая полностью протекла и осталось от прежних хозяев волосы. Остались, да, волосы по всей раковине. Это было отвратительно. На следующее утро мы были обескуражены новостью, что не было никакого шаттла или трансфера до пляжа. Это ужас. Пожив так три дня, мы решили выбрать другой отель и съехали. Вот. Знаете, здесь как-то странно отзывы идут. То есть, есть один ужасный и потом такие пятерки, пятерки. Я так понял, пятерка это самая высшая цель идет. Но по фотографиям видно, что, короче, что-то там не очень и напоминает реально мою общагу. Особенно вот эта дверь, в которой я жил. Ну, посмотрим. И честно скажу, я не доверяю сайтам, вот этим всяким отзывикам. Я вам скажу почему. Давайте по-честному. Я думаю, многие из вас отдыхали в разных местах. Там Турция, Египет. И при выселении персонал на ресепшене просит. Ну, например, там в Египте. Они говорят, у вас там выезд в 6 часов вечера. Они говорят, мы вам не срежем браслетик. По идее, они там в 12 должны срезать. Будете пользоваться территорией, но вы оставите хороший отзыв. Даже персонал вот на ресепшене, там кто это, там гастерлейшн, кто там, они как правильно называются. Она говорит, можно ваш телефон? Я сейчас сама напишу отзыв и все. И на эти сайты. То есть, они сами пишут, пишут отзывы от вашего имени. То есть, у меня такая ситуация была. Мне прям прям в прямую сказали, а можно мы отзыв от вас напишем? Вот. Ну, только мы ваш телефон возьмем. Они там, мы, говорит, и на английском можем написать. Так вот. И все. То есть, как бы сам персонал пишет. Поэтому я не всегда этому доверяю. Больше доверяю видео и фотографиям. Вот, собственно, я думаю, этот ролик будет называться, это поездка. Вот то, что я увидел, будет называться ад в Эмиратах. Вот. Мы покупаем самое дешевое. И мне уже становится просто интересно увидеть реакцию Дианы. Я-то, в принципе, мне, я так ко всему уже привык. Ну, вот. Гена, скажи честно, ты видела отель, в котором мы едем? Фотографии, отзывы про него читала? Нет. Ты ничего про него не знаешь. Это будет для тебя сюрпризом. Договорились? Это мне страшно. Обычно сюрпризы приятные. Но сюрпризы бывают разные. А мне вообще все равно. Правда? Да. Посмотрим в следующем ролике. У нас сейчас в квартире, правда, такой небольшой бардак, потому что у нас так все быстро происходит. Сбор. И одна из таких важных новостей, что в эту поездку не едет один из как постоянных наших участников путешествий. Вот это я загнул. Короче, не едет один человек, кого мы решили исключить из нашей команды путешественников. Дарья Алексеевна остается дома. Дарья Алексеевна остается дома. Поэтому, в принципе, я посмотрел фотки, я спокоен. Не буду тебе как спойлер спойлерить. Вот. Я, короче, спокоен. Поэтому мы едем вдвоем. Мы, как бы, в отеле, в принципе, будем проводить мало времени. Я больше всего переживаю, в отеле нет питания. Мне говорят, что в Эмиратах цены просто жесть на еду. И я не знаю, короче, как мы там будем питаться, сколько уйдет на это денег. И вообще, как мы там выживем. И сколько денег туда надо с собой брать. Вот. Потому что там метро минимум стоит доллар, по-моему. Ну, это как бы... Что хоть визы туда не нужно. А, виза там раньше 90 баксов была, да? 80. А, 80. Вот. Я, как бы, мы решили посетить пару экскурсий. Если вы знаете, где нужно заказывать экскурсии в Эмиратах, напишите. Потому что я вообще полный ноль в этой стране. Конечно, люди говорят, когда мы ездили в Барселону, говорят, нужно погуглить. Мы-то погуглим. Почитаем, что и как. Ну, если есть опытные туристы в Эмиратах, то пишите. Куда и что посмотреть в Дубае. Итак, мы едем первый раз всего на 4 дня. Ничего не знаем. Мы вообще не собирались до вчерашнего дня ехать в Дубай. Так что не судите строго. Будем, как всегда, методом пробовать ошибок. Самый надежный план, которого я всегда придерживаюсь, типа, ладно, на месте разберемся. Вот это мой самый надежный план. Вот. Поэтому будем разбираться по месту уже. У меня даже были вот эта местная валюта Арабских Эмиратов. Как они называются? Дирхама, да, вроде? Да. Вот. У меня тут раз, два, целых три. Три дирхама. Вот. Это почти что доллар. Там, что самое интересное, как был курс, сколько мы там лет назад в Таиланд летали? Это мы в Гуа летали. В Гуа летали? Нет, у тебя дирхама. И в Таиланд. Короче, лет 10 назад, как был там 3,5 дирхама, так он до сих пор и остался. В 13-м году. В 13-м, да. И я до этого еще был в 12-м году. Вот. Короче, валюта там стабильная. 3,5 дирхама, 1 доллар. Вот. Как-то там даже неинтересно. Правда, житель? У нас там постоянно колеблется все графики. А там, как было, так и есть. Вот. У меня вот были монетки. Я думал, вот, в каких стран у меня монетки остались. Нужно их... Это я не знаю даже, откуда они взялись. То ли мы тогда были мимо, когда делали пересадки, что-то там покупали. Вот я думал, нужно их, эти монетки полететь и там потратить. У меня вот дирхамы и есть еще юани китайские. Поэтому, возможно, может еще полетим куда-нибудь в Китай. Вот тут 5, 6, 7, 8. 8 юаней у меня есть. Диана умничка. Я смотрю, взяла полотенце. Короче, она тут уже все продумывает. Обычно же как? В отелях всегда дают полотенце. Но чувствую, она что-то подозревает. Правильно? Что берет свои полотенца. Да, Дин? Мы же в Эмираты едем. Кто там дает свои полотенца? Не, ну в Египте всегда давали полотенце нам? Ну в Египте. Ну мы же не на All Inclusive едем. Ну да. В Испании кто тебе давал полотенца? Ну да, тоже никто не давал. Я сейчас, если честно, пребываю в каком-то шоке. Я думаю, что же мне с собой взять? Там по вещам еще понятно, как бы. Там говорят, у них очень строгие правила. То есть девушкам максимально нужно быть закрытыми. Парням тоже как бы, чтобы футболки были какие-то не особо яркие, да, вроде говорили. Мне кто-то говорил, что парень ходил с футболкой, у него был нарисован как? Средний палец, вот так скажем, на футболке. Или слово было написано, которое обозначает средний палец. Вот. И там, говорят, чуть ли его в полицию не забрали. Потому что жесткие правила идут. Так у него не яркая ходьболка, а оскорбительная. Да, оскорбительная, да, вот. А так, ну, короче, я вот сейчас ничего не понимаю, но я больше парюсь. Что ж мне брать из еды? Наверное, по максимуму надо отсюда как-то взять. А я из одежды. Из одежды? Ну да, потому я, кстати, взяла с собой больше одежды, чем надо. Потому что я не знаю, что надо делать. Нет, потому что там по правилам написано, что у них все строго. И что девушкам надо, чтобы были закрытые плечи, шея и колени. У меня нет такой одежды. Вот. Ну, я посмотрела фотки. Там все ходят, и фото ходят. Ну да. Ну, туристы ходят как везде. И потом то же самое на пляжах. Говорят, что на общественных пляжах надо только в закрытом купальнике быть. Есть только отдельные пляжи, где только туристы. Там можно в любом купальнике быть. Я тоже посмотрела фотки общественных пляжей. Там все в открытых купальниках. Ну да. Будем выбрать, смотреть. Но я когда-то мне подарила вот такую эту турку электрическую. То есть тут можно сварить кофеек. Здесь можно подогреть водичку, да. И я подумал, а не взять ли мне ее с собой на всякий случай. Потому что меня что-то так запугивали. Что там цены чуть ли не чашка кофе по 10 баксов. Ну, такого я не знаю. Нет? Нет. Ну, что-то вот от кого нет. Я не знаю, что дорого. Но все говорят, что это очень дорого. Но я вот не понимаю, насколько дорого. Мне вот это загадка. Для меня, насколько там все дорого. Всем доброе утро. Настало уже доброе утро. У нас уже скоро вылет. Короче, мы берем в дорогу бутерброды. Потому что во время перелета кормить не будут. Как вы поняли, она же супер все бюджетная. В отеле тоже не кормят. Так же берем закруточки, помидорки, огурчики, вишенка. Вот. Потому что цены мы не знаем какие. Нет, это не в самолет. Это мы уже будем в отеле есть. Вот. Так же ко мне приехала моя любимая теща. Она мне привезла трехлитровую банку борща. Которую тоже возьму с собой в дорогу. Так вот. Потому что питания в отеле нету. Переживает за нас. Всем приветствуем. Здравствуйте. Давно не увиделись. Да. Там намного новых. Да, много новых. Некоторые вообще не знают. И у меня растет, я приехала. Значит, что? Или праздник, или путешествие. Ну да, 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 да. Вот. А путешествие это всегда праздник? Да. Путешествие это всегда праздник, да. Так что, когда приезжает теща, это праздник. Ну это путешествие особое. Ну да, да. Впервые за два с половиной года. Кривого еду. Одни. Ну что, мы в полном сборе. И самое главное, зрители писали, Алексей. Ну ты хоть когда куда-то едешь, погугли. Все-таки, когда едете в Дубай, реально нужно погуглить. Потому что много мест, которые нужно посетить. Вот, поскольку у нас, как бы, никакой программы нету. Ну, в тур не входит. Поэтому все будем думать самостоятельно. Там есть метро. Все, много мест, которых можно посетить без экскурсии. То есть, сами поехали, посмотрели. Поэтому нужно почитать. Я вам это все покажу. Ну что, присядем на дорожку. Садить. Чтобы все было хорошо. И у вас хорошо. С Дашей сложилось. Будет. Вот. Так что, в принципе, это было такое заявочное видео, что вас ожидают в ближайшее время. То есть, покажу самое-самое, что ни на есть дешевое. Ну, самый дешевый отдых. Без питания, без всего. Удачи нам. Всем всего самого хорошего. Обязательно подписывайтесь. С вами был Алексей Крылов. Пока. Также жена Алексея Крылова и теща Алексея Крылова. Субтитры сделал DimaTorzok